всем привет привет тут солнечная италия на проводе слушайте я не знаю почему у меня экран не переворачивается у меня телефон стоит в блоке но я видела по моему других девушек трансляцию и у них телефончик стоит вертикально не горизонтально правильно я сейчас сказала я дома так нашла девочки мальчики мужчины подключаем шапку дело чтобы настроение поднимать так отключаем телефоны на улице дождик сегодня пошел дома работают батареи тепло сегодня целый день хотела снять видео сегодня целый день стригла собак приводила морда лица форму лапки но она конечно стоит она умничка это дело вступление пока собираетесь она молодец она стоит прям вот лапку дают и стоит думаю красивую и мальчик ну красиво он конечно снимал выстрелать ему 6 на лапах это был целый день это целый день стрижка стрижка вот такая красивая покажись продай я не могу боюсь у нас хвостом у нас хвост какой-то некрасиво что можно вырезать все красиво глазки красиво это ты девочка мальчик тут и мальчик так все по хвостам ну что что вы девчули это самая карусик было на телефоне потому что надо достать из подвального помещения елки они же висят там на стене у меня в сумке в такой огромной помните мы покупали сами на амазоне вот и вчера он был ну типа как в туфлях и туда они грязно грязно а сегодня он сейчас придет с работы в грязной обуви поэтому он мне звонил туда можно зайти туда можно дать и я пошла посмотрела свет включила да там немного воды осталось но в принципе за елкой сходить можно так читали да не знаю почему я я еще раз переспрошу почему меня вот именно у меня получается телефону так вот стоит они вани вот так вот как у всех у меня не получилось вы помните такая тоже была проблема с этим телефоном но потом он перевернулся все читаем да нашу одессу ли соскулькон и соскукон и у вас или как соскукон и есть у вас так шо вы ой ну молодцы конечно вы конечно комментаторы от бога шо вам сказать сейчас так по не поняла что я ищу а я еще все поняла что я еще думаю что я сюда зашла сейчас так открываем youtube не знаю почему у меня телефон берешься сейчас пока собираетесь девочки ваннумент лишь надо тоже тут на ю тубе шатер я же выпала выпала совсем же с ю туба я вообще просто сейчас читаю привет привет сейчас читаю девочки читаю надо надо еще договориться какое время дэнэш она свой прикрепила новогодний кто хочет артиста на за новый год за донатить надо как-то у кого спросить по мне по-моему елена павловна вот я с ней разговаривала на днях они если разговаривала нет мы с ним мы с ней вчера общались по поводу такого вот перевернутого экрана она мне говорила антонис отвергнулась одной гавани сейчас я буду читать не получать не рада что вы вернулась ну знаете как я вам хочу сказать девочки счастье познается в моменте сейчас минутку для не могу прицепить свою донышева ладно так здравствуйте здравствуйте любимая кухня любимая марина помните писала что жду 3 3 мальчика а да 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 родился 25 августа я назвал александра прекраснейшее имя да я помню я помню я думаю что вас все помнят зрители этого канала девочки ну почему но почему ну почему почему мы не с тобой сейчас карлик придет злой наверное карлик до того как и чтобы я вернулась обещал я тебе дам свою зарплату это я сделаю то на сколько этого карлика хватит я ему вчера говорю слушай чувак там что-то про зарплату было я вернулась как-то что-то как-то где зарплата что-то как-то что-то ой это что я говорил нет ты неправильно поняла ну короче в своем реперторе я говорил не так ну короче девочки подождите хочешь прикрепить до нишинал и жму жму мне не получается сейчас вам буду вас читать уже наверно вот так попробую так марин ты сделала а площадку для определенного зрителя 3 3 июня взял терять и нельзя это как член твоего кружка поэтому чаты должны быть так должны быть я не знаю почему я почему-то в турции я не могла там снимать я не знаю почему мне не стояли и не стояла но я не знаю я не могу это объяснить то есть мне на оборот юляша говорила влечу ты не снимаешь я сейчас буду сейчас вот сейчас вот буду и что-то у меня ну как-то не снимать я не знаю почему могу это объяснить то есть все нормально все это это может потому что я не знаю языка, знаете, сейчас я сюда полотенце положу, потому что я не знаю языка, я не знаю, почему человек говорит по телефону, мало ли там что-то говорит, что нельзя говорить, ну, не то, что там нельзя говорить, ну, как бы, это какое-то там лично-приватное, вот так. И у меня вообще, почему-то там не стояло, ну, не знаю, почему последние два сезона у меня не получалось снимать, не знаю почему. Что-то как-то я вообще запуталась в себе, я прям, знаете, тяжелая такая у меня, чажесть была в душе, я не могла определиться, сейчас другой телефон открою, если кто-то будет до нас присылать, чтоб я могла зачитывать, сейчас подождите, опа, не знаю, сейчас даже с Еленой Павловной разговаривали, я говорю, я не капельки вообще, ну вообще, что жалеть так, не жалею, что вообще я с этим связалась там, с Барвоном, совсем, совсем, сейчас так, а, все, открываю почту, я уже просто забыла, как, что девочки, сейчас, чтоб просто видеть Донейшн, если будет, так, читаем с самого начала, да, по-быстренькому, привет, привет, вернула, взялась за голову, молодец, долго думаешь, начинаешь эфир, готовьте по 50 копеек, Марина нашла, красотка, бомба, ракета, комета, петарда, Марина, мы любим, спасибо, привет из Черногории, привет, привет с Германией, привет Норвегии, привет Франция, бедная Турция надоела всем, беготня по базарам, слушайте, смотрите, я вот, давайте сразу эту тему рассею, смотрите, человек, все равно человек занимается артистической деятельностью, ей на базар по-любому надо, она не ходит на базар покупать там, я не знаю, картошку, черт знает куда, или там тряпочку там для посуды, человек туда идет, потому что ей надо купить какие-то там перья, какие-то пуговицы, нитки, я не знаю, там блесточки, то есть для костюмов, то есть это, ну это нормально, это артистическая деятельность, а куда ты пойдешь? Только на базар, поэтому это не бегание, это знаете, когда у вас время рассчитано, и вот у вас есть, допустим, там сегодня вы можете побольше расслабиться, помедленнее побежать, а завтра вы побежите, ну, намного быстрее, потому что вам надо быть из точки А еще прибегнуть в пункт Б, помимо этого еще есть пункт С, Д и все остальное, нет, это нормально, просто, понимаете, оно смотрится непривычно, потому что мы, вы и мы обобщаем, да, что типа думаем там, вот в нашем возрасте уже там надо лежать с кошечками на кровати, ну, бля, кому хоть человек не хочет лежать с кошечками на кровати, занимается, крутится во всем этом уже сколько лет, я не знаю, если я ее знаю с 96-го года, вот человек в этом все крутится до сих пор, то есть это его жизнь, он по-другому жить не может, поэтому, знаете, кого не Купер надо, я у нее спросила, какую-то галочку надо убрать или поставить перед эфиром, она мне как-то рассказывала давно, потом она мне говорила, ты его покрути, давно еще было, она говорит, ты его покрути, он встанет на место, а сейчас что-то опять поменялось, спрошу у Ани, напишу, привет, Италия лечит, даже глаз горит, ну, дом есть дом, новогодний дом, по-любому, что тебе хочет меня? Ты лучше, я так рада твоему возвращению, аж сердце сейчас упрыгивает, спасибо большое, наконец-то дома читала, фея вернулась, читала, здравствуйте, читала, Марина очень рада, что вернулась в реальность, дала себе шанс, поигралась, полюбилась, ой, это так мило, девочки, ну, боже мой, это такой, ну, я не знаю, это какой-то дебилизм, ну, сейчас я, конечно, на это смотрю все другими глазами, вот, на эту влюбленность, боже мой, я не знаю, все равно оно мне дает, я сейчас в очках, может, оно не видно, все равно мне это дает эмоцию, я реально пережила эмоции, может быть, даже я пережила где-то больше плохих эмоций, да, там, ну, не могу же я тебя взять на руки, может быть, я пережила каких-то более плохих эмоций, чем такие, знаете, романтические, как бы мне хотелось, потому что я сама по себе такая романтическая натура, боже, ну, это так клево, что ты, вот, как вот вы говорите, за возраст можешь, могла себе позволить вот такие вот эмоции получить, это же здорово, посмотрите, у меня даже, даже до сих пор улыбка, я человека вспоминаю с легкостью, скажем так, я даже за ним скучаю, подсознательно, я его бле блакануло везде, вот, но я за ним даже подсознательно скучаю, реально, то есть, реально, то есть, я его не забуду никогда, а когда мне его забывать, что тут осталось, ну, сколько мы с вами еще проживем, ну, еще 50 лет, да, ну, вот 50 лет, мы его не забудем с вами, ой, вовремя уехала за сбер, что там творится, погода сошла с ума, город затоплен, ну, город затоплен, я так понимаю, то, что у меня высветилось, кстати, у меня новость высветилась в инстаграме, что, типа, затопило вот этот вот, вчера, или затопил набережную, вот, ну, я не вижу, ты не везешь город, набережную, так и что, у нас когда-то тоже будет, у нас тоже набережную топит. Налью венца нету, сегодня венца нигде нету, Карлик к тебе ходит, да? Карлик купил билет на самолет, купил билет на поезд, как он переживал, купил билет, и мне надо было уехать сразу, 21 числа, на 21 числа не было билет, ему говорят, смотри, на 21 числа нет билетов, потому что самолеты летают, понедельник, четверг, он, нет, есть билет, я нашел, думаю, ну, как он его нашел, ну, нашел, чувак, билет, да и нашел себе этот билет, что-то, уже все, билет нашел, все, радостный, уже едет домой, песни поет в машине, я говорю, слушай, давай даты проверим, у меня просто имя пишется через Y, может быть, там имя через D написал, вот, и проверяем даты, а получается, что на 21 декабря взяли билет, и он, естественно, там, плакать, он прям плакал, реально, он плакал, там, убился в капот машины, говорит, что мне делать это, как это, что, и менять можно было, если ты меняешь в течение часа дату, то ты меняешь за бесплатно, если час проходит, ну, это как нам объяснила вот эта операторша, то тогда надо доплачивать 60 евро, он говорит, у меня на карточке денег нет, он говорит, говорит, это, денег нет, говорит, ну, попробуй, в смысле попробуй, я приду в Зару, посмотрю на платье за 50 евро, у меня на карточке 25, я ему скажу, ну, попробуйте, да, ну, попробуйте, карточку пропустите, естественно, ну, естественно, нет, правильно, думаю, боже, какой дебилизм, что он там принимает, что за таблетки, что он там курит, этот мужчина, понимаете, а он перепутал, он так хотел, чтоб я быстро приехал что перепутал взяла 21 декабря естественно потом но в шоке был марина как марина шоу марина на всрался в она всралась если раньше я там что-то просила сделать и это было сказано что типа ты гидравлику платишь почему я должен полочки делать за бесплатно вы все это помните сейчас я не знаю насколько надолго его хватит я могу поедем в икею съездим как раз новогодний икея там свечечки какие-то посмотрим там не знаю скатерку какую-то посмотрим то есть глобальный покупок мне там еще не надо ну такой по мелочам может что-то свечки тут пусть у меня закончились эти вот маленькие вы знаете я часто включаю вот и он такой да хорошо да все мы едем все мы едем елку надо приедет после работы елку вытащи все все я после работы у тебя все я елку вытащу я сама девочки не забывайте желтенько вот это вот вы можете донешнего прислать марина в италии в турции это два разных марина ну подождите смотрите во первых новая дома я дома и как бы я не знаю даже хороший я думаю вот там и не думал нет карла мы не живем сделала площадку для определенного читала путешественница иванова дохаре уже капец елена павловна какой карлик кого ты и разводишь какой-нибудь смысле я блять с еленой павловной вчера разговаривала сейчас вам об этом говорю вы такие шуты пиздишь да такая полна посмотрит скажет боже я вообще не знаю почему почему вы так знаете вот мы относимся к людям так то что мы сами держим себя внутри почему и вы если вы такой пиздеж можете в себе держать почему вы думаете что кто-то другой делает то же самое я не знаю неужели нельзя расслабиться уже все идет новый год не за горами сейчас будет высоко высоко косно че как он там будет высоко косный чебле и кокосный этот год будет то расслабьтесь уже все еще нервничать и ругаться чудо-то вот писать какие-то там написали что я женщина что я бежал от какой-то облавы какая облава крылья я собрала вещи уехала всю по своим личным женским соображением мне это нужно было сделать то есть мне это мне лично это нужно было сделать то есть мне мне нужно было вот это сделать по моим по моим личным соображением по моему характеру по моим вот мне это надо было все это не это не объяснить никак понимать еще врать зачем я могу что не договорить если это касается не меня остальное вы вроде говорили поешь германию францию после турции привет из парижа привет и елку большую будете ставить дальше с карлик принесет марина сделай стрижку выглядит моложе 20 7 красивых сережек нет у меня слушайте это осень это себя деть слушать и я сначала тоже встала вчера женщина выслала фотографии на instagram красиво если вы не смотрите спасибо что красивых стрижек ну такой вот хотя бы короткую у меня да вот такой вот как у саша носила боб она по-моему называется у меня не хватает длины да вот это вот этот волос этот весь он поломан ся я сначала думала что он на нервной почве на нервной почве он бы лес ладно лес хотя я немного раз вязала вот эти вот искусственные там косички кто в инстаграме меня видел баронесса нижнее подчеркивание мэри забейте баронесса с двумя с мой инстаграм вот я не так часто их он обломал волос обломался то есть он обломался я думал пойду калику к своему думаю пострижу так вот коротко как и говорит да ладно сейчас равно в шапке хочешь не более шапки люблю сейчас в шапке ходишь может он восстановится под шапкой что смысл восстановится он же растет отсюда уже не растет отсюда понимаешь но сегодня я встала сделала укладку он просвечивается этого знаете сейчас я вернулась к тому когда я вот помните сняла нарушенные волосы вот наверное такая же голова была примерно я подумала зачем его стричь хотя другой стороны если потом здесь отрастет вот этого длина она будет просвечиваться не знаю пока друг от не будуong-а-а я хотела еще подождите за волосы за волосы за волосы что хотела за волосы сказать отстричь хотела почему вам всего рассказать в мусор падал за волосы сказала хочу подстричь потом сказала не хочу подстричь но я маски делаю маски накупила Короче, не помню, что-то я хотела подстричь, потому что что-то за волосы я хотела подстричь, я их не часто делала, эти хвосты, они поломались немножко полезли, я думаю, может быть, это еще от стресса А, я в инстаграме вчера смотрела, у меня своя история высветилась и там я в августе месяце на Диснейлоне куда я ходила в бар с живой музыкой, у меня волос они тонкие, но их много, у меня были вот такие волосы, и там их много на голове, то есть они прям ровные и они есть, я еще заколочками их, чтобы они не пушились от того, что влажность в городе я еще заколочками их это, прилив пошел в жар бросила, я заколочками их еще как-то припендяривала не знаю заколечко мое дальнишнее что тебе сподвигло набить новую татуру, руки жалко, руки не жалко некрасивая корона, я корону переделаю забью ее анюткиными глазками сделаю здесь цветы по щупу у моей старшей дочери с бароном отношения закончены? да, я его заблокировала вот и я за ним скучаю это замечательный был аттракцион я вам серьезно говорю видите, у меня даже я когда о нем говорю, у меня идет эмоция она реально идет, потому что я ее проживаю но это было прикольно это было ой, мурашки по коже классно вовремя вернулась давай готовиться к празднику а батальшки дарят украшать квартиру смотрите я ставлю елку большую в моей комнате потому что Саша по идее колонка работает работает батарей звук, слышите? ставлю в своей комнате но у меня котята и надо попросить карлика чтобы он прибил туда гвоздик чтобы она, как я всегда время делала она гвоздик ее привязывала к стенке чтобы она не завалилась хотя у меня все игрушки пластмассовые вот и у меня же ведь Шанель получилось так, что у Шанели сегодня ровно два месяца беременности специально собаку не сводили получилось так, что Саша Саша приехала куда она там ездит? В Австралию в Австралию и она пришла за собакой собаку забирать от Софии чтобы их разъединить потому что Саши не было это был как раз сентябрь месяц вот я была там и они как раз в этот день их согрешили и вот у нее сегодня ровно 27 седьмое у нее ровно два месяца собаки вынашивают по два месяца но собачки будут в боксе а вот елку за котят я переживаю шо ты, все это вот так вот шо ты, все Лориту сделал так зубы ой господи не говорите с этими зубами это вообще просто я не знаю это моя мечта с этими зубами но зубы надо делать Кирилла поздравила да украшения к новому году покупайте у меня слушайте еще знаете что хотела сказать вот по поводу подарков не хочется делать вот этих вот лишних ненужных подарков вот этих вот носочков не ну там еще одну пару там можно купить если кто-то носит эти носки я не знаю что он от меня хочет если кто-то еще носит эти носки то можно купить носки но я не знаю пижаму по-любому какую-то красивую пижаму новогоднюю она нужна прям необходимая вот ну какие-то там не знаю девочки не хочется просто это потом все вот это вот стоит это все куда-то надо прятать елка есть игрушки есть сейчас он под ними там же по-моему розовая елка мне отдавала София розовая я сейчас припихарю вот сюда угол я не знаю что это будет как она будет как ее не завалит но розовую елку я туда припихарю потому что я не знаю куда эту надо поставить розовую елку места нет холодильник вынести стол сюда ближе подвинуть холодильник вынести короче будем что-то делать завтра с вами вот это елки будем решать привет Греция что тебя может вернуть в Измир или нет ну прям точки такие прям не надо ставить привет Изумрудская республика Ижевск здоровья счастья успеха во всем счастья спасибо ну вот когда Шанель и рожают ну вот посчитайте если 27 у нее сегодня два месяца получается собаке носят два месяца вот она должна родители сегодня ну или завтра что она еще два месяца будет носить они потом не шпокались они вот это один раз шпокнулись и все в жизни каждой женщины может случиться может случиться в Турции главное вовремя вернуться ура Италия как и рада любит итальянскую Марину сейчас карлика попросила агрус вози нас на какую-нибудь ярмарку новогоднюю он вроде как да Марина вы теперь едете к маме папе короче а не могу еще рассказывать вам по поводу соскучиться и правда замуж зарплатой в натуре я из-за мужества две вещи несовместимые он меня сейчас зовет жить вместе ищи дом будем вместе жить продавать те дома покупать зачем тратить в аренду если ты продаешь он они выставлены там очень тяжело продать потому что это калабрия это не север Италии вот и там там уже такое там уже сестра въехала в ту квартиру большую где они с ним выросли когда были детьми ему надо продать эти там по-моему две квартиры один дом или два дома одна квартира но это все очень долго будет продаваться и как-то там вроде знаете вроде он и есть с наследством господи у меня он меня раздражает я не знаю я вот я вот все стараюсь я стараюсь быть покладистой женщиной понимаете он меня раздражает потому что потому что вы сами должны понять как у меня как женщина потому что женщине нужна любовь понимаете женщине нужна любовь а мы уже у нас такие отношения что это знаете как сарелла и фрателла как сестра и брат ну по крайней мере с моей это по поводу мамы и папы я не могу поехать к маме и папе во первых у меня нет русского паспорта это надо значит идти в констольство наверно сюда и брать этот русский паспорт не дают пропуск на границе с паспортом Украины не дают все т.ч.к. это наверное ждать что что-то изменится в мире я даже не хочу на тему разговор вот поэтому значит надо сюда идти посольство подавать на паспорт я не знаю как это сколько у вас же смелости быть открытой youtube youtube это то место где когда ты где-то будешь не самим собой у меня было это вначале это долго так не протянет во вторых я очень люблю своего зрителя и девчонки там мальчики мужчины меня любят такого как зачем не строите себя того кем я не являюсь на самом деле я люблю свою я сама к этому пришла мне никто не помогал с исключением поэтому ну что в этом мире понимаете куда зачем зачем играть со своими чувствами и вообще со своим ну какая ты есть все бляха мы можем ошибаться мы можем что-то принимать от чего-то отказывать знаете конечно хорошо когда кровь не горячая когда ты можешь от себя что-то отбросить контента такой красивый сегодня красивый надо только еще бороду подстричь корону иди снимай лего конечно что ты должен делать а мне не м дай к иди я сейчас тебе дам иди я иди 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 Мне нужна шаббина, она бьет. Мне нужна шаббина. Довольно. А если... Что? Где так? Да. если вы не забываем, у меня есть цель, есть цель, может быть, но если не есть, мне нравится я беру черта, потому что с другой стороны, я сходу, потому что они будут много, не карикол, парам, 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 и там, вы будете побывать, парам, вам порти мескантрину чек пронесешь я буду ловарить я буду ловарить я буду ловарить я буду ловарить да, да не ем с тек не, я буду ловлять так для нас две девушки какой спирт какой спирт а Марина это понятно как белка в колесе бегает без конца крутится весь день ну это это такое это не потому что так надо было побежать человек живет в этом ритме это нормально вспомните меня с маленькими детьми я тоже была как белка в колесе с работой забежал в садик забрал садика повел их на танцы там на гитару я когда водила их на эти танцы на гимнастику этот час который они занимались 45 минут я просто лежала в отходнике я просто-напросто засыпала там понимаем вполне стоит дома очень рада свежая красивая на своем месте в турции замученное лицо было слушайте я вам скажу так девчонки во первых у меня там я занималась не чем чем не тем чем надо я себя нагрузила какой-то любовью своей какими-то грезами я нагрузила себя у меня эти вот личные переживания во мне были это во-первых во вторых коллаген сейчас он в основном тяжелый коллаген вообще сам по себе он тяжелит лицо я с кем не разговаривали девушки говорили то у тебя еще нормально да у нас волнами он был до сама вот он сейчас уже вот видно прижился я специально не худела там писали вот она специально да я не худела специально я питалась там нормально потому что говорили ты там не питаешься я нормально питали на нормально питался я ела все что я хотела так сергеевна еще накормит весь коллектив там или там знакомых друзей которые к ней приходили она такой человек она последняя то слышали деле из холодильника на воде тогда спасли что я там не питалась питалась слышала какие планы в италии на своем месте читала около 50 лет не забудем это вряд ли вы что для себя так ограничиваете может еще три барона или маркиза встретите слушайте знаете шо понимаете я когда влюблена я это глупый человек я не начитана не эрудированный человек но когда я влюблена я вообще глупая женщина по жизни но я глупый человек я всегда это говорила сколько я на ютубе что я глупый человек вот это не значит я дурак какой-то или плохой ну глупый человек вот я когда влюблена я еще глупее чем в самом деле я не справляюсь с эмоциями то есть есть женщины которые там влюбляются я не знаю там все бывает девочки мне писали что даже есть женщины которые замужем у семьи у них и все равно там влюбился где-то там какой-то у него роман какие-то там в командировках понимаете но люди голову от этого не теряют они не теряются вообще по жизни я человек он очень наивный очень доверчивый я говорю я не вру я могу что-то не договорить но я в принципе ну я не вру зачем врать и не поймала смысла могу что-то не договорить это да вот поэтому я вот в этих вот влюбчивых вот этих вот маркизов там где карабасов чектони там такие вот папы карла я потом просто понимаете настолько наивная понимаете я не проститутка просто влюбчивая это помните слова песни сердечки я просто не справляюсь с этими эмоциями и все вот что я могу сделать вот уже 5 десяток вот уже все и я не могу но не могу я не справляюсь с этими эмоциями мне нельзя влюбляться понимать потому что я все в одну кучу собрать не могу может быть это мне было дано потому что я внутри была вот эта пустая, я же ведь не ехала за отношениями. Я ехала там стразики клеить. Я не ехала за отношениями. Так это все как-то пошло, закрутилось. Я сама, наверное, что-то себе придумала. Я не могу вам объяснить это состояние. Но я со своими эмоциями не справляюсь. Я же вам говорю, возможно, там невозможно, а я выглядела глупо, когда я там высказывала и рассказывала вам. Но это мой промежуток времени, прожитый. Я не стесняюсь самой себя. Я такая, я есть такая. Все. Ну, в чем не стесняться самой себя? Да, вот так вот, ну вот так, ну вот так. Но зато это у меня вызывает улыбку, у меня вызывает эмоцию. Я честно скажу, я по нему скучаю. Вот реально скучаю. Ой. Конечно, это неудобно поменять, как нить, поворот экрана. Я спрошу, как это сделать. Потому что я сейчас попробовала, когда поставила. У меня типа пошло, что типа в ожидании зритель один. Потом мне пока... Я только включаю прямой эфир и все. У меня он опять развал. Я спрошу, потому что такой глюк уже был. И мне говорила Аня, говорит, там надо подергать его несколько раз. И тогда, помните, это прошло. Я займусь этим вопросом завтра. любимый голос, разговоры душевные. Смотрю, как родного человека. Спасибо. Мне на неделю слетела проделана руку. А, да, поранила руку. Кстати, про руку. Я вот, когда зашла в квартиру, та же квартира, все, та же обстановка, все спокойно. Я не знаю, почему. Я зашла со словами и говорю Кириллу, какая тяжелая энергия. Чего? Ну, какого-то гативерия какая-то. Я не знаю, почему. И когда зашла в душевую, я ее не дергала. Она просто вот в руках взорвалась у меня, это стекло. Меня спасло то, что я не начала ходить вперед-назад. Потому что стекла разлетелись, и я не порезала ноги. У меня на ножках, немножко на ляшечках, такие мелкие, знаете, как царапала, как кошка поцарапала. То есть, видно, отлетали, стеклышки отлетали. Хорошо, что не в лицо, не в голову, понимаете. Не знаю, у меня как-то вот все как-то, я не знаю. Вот с чем-то, наверное, вселенная боролась. Я не могу это объяснить. Посидел, привет, милочка. Посидел мне на кухне, в головах уже от суеты. Он любит тебя, карлик, что ли? Если будете больше его хвалить, он изменится. Так прям, там не изменяется люди. Почему сама утрасухи? Так я уже говорю, почему у меня, я не могу понять, почему у меня так. А если я вас сейчас разверну, я сейчас вы вылетите из эфира. А я перед тем, как включать, я ж попробовала, я ж поставила нормально, что я дурочка. Я глупый человек, но не до такой же степени, поймай. Очень хорошо выходишь, отдыху помогает, набирайся, просто живей, это уже счастье. Ну, коллагена немножко ухудачиваться, я спать раньше ложусь, не здесь по времени. Но сплю плохо, потому что у меня приливы начались, еще вот сейчас до отъезда в Турцию, у меня начались приливы, очень сильные приливы, вот до того, что я вообще прям раздеваюсь, я прям окно открываю, еще. Тихо! Еще и туда спину под окно подставляю, чтобы она меня продула, понимаете? Но сейчас у меня батареи включены, потому что на улице дождь, но есть какие-то вещи, она батарею перебросила Сашины. В бастон к внуку. Когда вы начинаете быстро говорить, начинаю представлять ваши ужасы, забеги. Вы очень молода дышу, Юля тоже смотрела вас в Турции, как на своих подруг. Можно сейчас поменять экран? Я боюсь его трогать. Ты выглядишь счастливой в Италии, Турция эмоционально тебя съела? Нет. Я себя накрутила очень много, я, блядь, себе задаю вопрос. Нет. Я потеряла там себя, саму себя, только потому что у меня голова была, мне надо было не о том думать, мне надо было расслабиться просто. И, ну, на меня, наверное, смотрели, ладно, там, Сергеевна меня знает, а, наверное, все остальные на меня смотрели и думали, ну, и думали, и думают, ну, блядь, пиздовутая. Они же меня не знают, как вы, понимаете, думаю, боже, что ты копил. Ну, а что я могу сделать? Это мое национальное состояние. Что я сделаю? Я ему, понятно. На тот момент это было так, это было, мне нужно было сейчас, вот, мне сейчас, я прямо вот вовремя, наверное, вовремя, мне нужно было уехать. Те разы, когда я уезжала, мне прям плохо здесь было. Я хотела туда. Мне, мне надо было туда, вот, побыстрее здесь дела решить, и мне туда хотелось, мне прям туда хотелось, мне хотелось туда. Это все с мое внутреннее состояние. Я с вами, значит, на чистоту, нравится кому-то глупо, там, кто-то у виска мне чешет, что, что сделать? Ну, вот, все, вот она, я, твоя роковая ошибка, что я могу сделать? Отмазалась хорошо, что, отмазалась. Я вот, когда вот так вот будете описать, я вас буду блокировать. Волос обломанный после той турецкой покраски. Нет, она тогда еще, потом, по-моему, были. Через время все отпадет. У меня же самое тоже, после турецкого строения. А, вы думаете, да? Зачем это ужасная татуировка? Господи, зачем? Зачем на заборе пишут эти? Вот зачем писать это на заборе? Кому это послание написано? Ох, они. Такое тату, неаккуратно, на руке будто грязь. Да, ему надо было не тушевать. Мне нравится. Из-за ковида. Согласно с девочками, надо удалить нафиг. Можно побриться на лысо, тебе пойдет. Мне не пойдет. Марина, привет, очень рада тебя слышать. Конечно, женился, что есть сомнения. Оборон женился, да. Чтобы остановить волосы, нужно забыть про фен, утюжок и плойку. Знаете, девчонки, я пока подожду. Ну, вот пока подожду, хотя руки чешутся, я прям хочу к нему пойти, чтобы он не отрезал вот так вот. Может быть, я пойду подрежу. Потому что даже если, понимаете, даже если, девочки, даже если, смотрите, оно дает какую-то длину, да? Вот здесь, видите, волос короткий? Вот здесь, видите? Даже если он дает какую-то длину, если этот отрастет, этот он же будет как три, вот так вот, знаете, три пера висеть ни к чему. Надо просто его вот так вот подрезать. Как оно, в принципе, и было, вот когда я восстанавливала волос, надо его вот так подрезать. Может быть, я схожу и подрежу. Слушайте, подрежу, потом буду жалеть. Как будто я вот так вот взмахиваю чем-то. Хотя, когда я в шапке хожу, мне даже неудобно хвост делать. Но здесь хоть на бок, не знаю. И хочется, и руки колятся, что там руки эти делают, я не знаю. Вот, отчитала. Последние вылезут волосы, не тереби шапку. Почему переживаете, голос очень дрожит. Чего я переживаю? Чего мне дрожит? Машинка там стиральная трясется. При новогоднюю уборку. Смотрите, я же, когда уезжала, сейчас донатик почитаю. Я же, когда уезжала, я же помыла все. Но я не знаю, с чем я мыла. Я приехала, и говорю, боже, что у меня такой грязный шкаф, такие грязные зеркала. О, все, Светусик, помню тебя. Мариша, на кафе пусть мечты сбываются, несмотря ни на что. Скучаю по тебе итальянской. Спасибо большое. У меня, кстати, девочка, я не знаю, с чем это связано, у меня, кстати, девочка хотела взять рекламу. И она говорит, если реклама будет идти из Турции, говорит, я рекламу не хочу. Почему так, я не знаю. Она говорит, я не хочу в турецкий влог. Почему, я не знаю. Почему-то так многие прямо... Я не знаю, что как-то, как-то что-то много шифруют. Чего не надо как-то придумать. Я даже, знаете, мне даже интересно, посмотреть вот этих людей, чтобы вот этих вот комментаторов, которые придумывают, какие-то расследования ведут. Ну, там, типа, дописывают, люди же там верят им, да. Это что же... И вот эти, которых верят в одну комнату, а те, которые пишут в другую. Это, знаете, стекло, чтобы они меня не видели, просто на их лица посмотрят, как они одеваются, на их манеру, как они едят, пьют воду, как они между собой общаются. Потому что вот эти люди, они ходят между нами. В магазине Зара вы не знаете, кто за вами стоит за спиной. Светусечка, спасибо тебе большое. Марина Виталий, это сказка. Собакивай наших щенков два месяца, 53 и 70 дней. Ну, посчитайте, 27-го... Танюша, привет! Давно тебя не слышала. Посчитай тогда, ну, два месяца, ну, правильно. Если они 27-го, он ее туту, сентября. Вот сегодня, ну, сентябрь, октябрь, ноябрь, ну, вот два месяца. Это сколько? 60 дней. До 70 дней все равно она на днях. Просто что я никогда с щенками, я не знаю, что с ними делать. С этими щенками. Хотя бы их там было бы два, понимаете, куда? Что с ними делать? Сколько их будет? Смотрю, совсем безличная стала к Шанельке. Я не могу ее поднять, а у нее живот. То есть я ее поднять могу, ей неудобно, у нее живот. В смысле, я его еще так поставлю. Я ее, ну, зачем она лежит у нее последние дни перед родами? На кровать ее поднимаю, с кровати она сама там спрыгивает, за мной бегает. Зачем сейчас их? Чувер, я к ней остыла. Подстрелила ее, наоборот, к Шанели больше всех внимания. Миллионы раз говорили, делай паспорт. Марина Сугринна, басманным через Москву Шереметьево нельзя? Какая неблагодарная? Я? Наташа, ну, я не знаю, вы прошу, но, наверное, вас надо уволить по собственному желанию. Наверное, вы не так сильно хотите, если не хотите, решать вопрос, чтобы доехать до родителей. Так у нее не российский же паспорт вроде. почему российский? У меня украинский паспорт, туда не пускаются украинским паспортом. Чем? Если я вам говорю, я, значит, ну, что-то же говорю, наверное, как-то. Или как? Или я просто говорю? Карлос Кумыстау. Да каждый раз говорят про волосы отстригите. Всем известно, что женщина меняет жизнь, когда меняет причинку. Ну, хорошо. Я схожу. Я схожу к Алексею на неделе. Скажу вот. А оно потом торчает вот эта влажность, понимаете. Ну, хорошо, сострижет мне так. И влажность на улице, на полотенце не думаете. Влажность на улице, понимаете, что здесь хоть как-то ты там коз завязал и все. А когда вот так вот здесь кончики вот так вот загнутся и все. Вот как вот здесь они, видите? Их укладывая. Не укладывая. Карлос Красавчик написала, ваши просто отбили зубы. Написали ваши. Выше, наверное. Родители могут приехать. Родители. У меня родителям 70 лет. Они никуда не поедут. Больные люди. Что вы приставили к моим родителям? Господи, давайте закроем эту тему. Давайте лучше про любовь проговорим. Зачем трогать родителей? Я не знаю. Пусть родители живут своей жизнью. Без российского гражданства они дадут. Очень скучаю кухонным посиделкам. Карла очень похорошел. Когда я уезжала, я же ему волосы подстрелила. Ну, как подстрелила? Я взяла ножницы, он сидел вот так вот ко мне спиной. И хвост был завязан. Я прямо вот так, как видела, так и резала. Нет, я говорю, тебе так хорошо. Не надо длинный волос тебе и короткий не надо. От того, что ты носишь короткий волос. У тебя вот такая вот рожа с подбородком, вот такие вот плечи, вот такая вот голова. Тебе нужны волосы, но тебе нужна такая стрижка, чтобы волосы там были. Не надо ни коротко, ни длинно. Потому что ты, получается, что тебя надо в белизне отбеливать, и бороду. Я же ему прочукала перед ответом. Я говорю, ты понимаешь, бороду надо уметь носить. То же самое, что белый цвет волос. Это дорого-богато ходить, постоянно корни подкрашивать. Вот. Я говорю, у тебя сходи там раз в барбешок, тебе там сделают бороду. Потом будешь поддерживать эту форму, этой бороды. Борода, это же волосы, ты же ешь там запах, это же все, слюни. Ее надо мыть, ее не знаю, надо расчесывать, как-то ж мужики это делают. Я ему прочукала, вот и приехала, у него уже все красиво, красиво уже все сделано, в белой рубашечке, бежал аж за поездом, пыхтел. Я с Марины итальянские на уровень А2 выучила. Марина, спойте в кран. Спой на дне. Страна Набергия, можно подать на гражданство по упрощенке. Она рождена в СССР, Марина через Москву, Шереметьево, Саркзербас, он может, может там у меня поломаный телефон, надо тоже телефон сделать. Почему резко уехала? Потому что я вам сказала мои личные переживания, у меня разбито сердце. Что с наколкой? Она расплывалась по всей руке. Блядь, нахер как она вам нужна? Я говорю, давайте про любовь, а не за родителей. Я говорю, давайте про любовь, а не за наколку. Да какая разница, у меня же на руке наколка. Ну, красивая наколка. Господи, но вот это, как он сделал корону, это нечто. Господи, цветами красиво там сделают и будет все красиво, симпатично. Я не буду даже больше ничего говорить за этот паспорт. По дочери, чем и другое, это надоело. Она говорила про родителей, туда не пустят. Старшая дочь получит документы, пусть подаст. Девчонки, я даже об этом, понимаете, видите, вы уже об этом думаете, что пусть подаст документы, на вас соединение семьи, вы сможете уехать в Штаты, очень хозяйственно, хорошо есть, что у нее. Если барон позовет в Турцию, опять все бросишь и туда, не позовет. Ты же во Францию, Германию с вами. Ну, подойду-ка, приехала домой, что я тебе, что у меня тут, блядь, банк, что это, что? Во Францию поедем с вами. С Юлей ничего не произошло. Вам пора завязывать с херней этой, подумать о себе, о своих детях и муках. Дети у меня прекрасно по себе чувствуют, внуки прекрасно себя чувствуют. Всех, у кого дети и внуки, думайте о себе, сколько вам той жизни осталось. Дети наши и наши внуки с вами будут проживать свою жизнь, так, как они хотят. Поэтому, сколько вам там осталось по ту сторону экрана, вот живите и кайфуйте от себя, если тем более дети уже взрослые. Конечно, если дети маленькие, и за ним их надо водить в школу, в садик, понятное дело, вы живете ради них сейчас, и для них, и это все правильно, но если уже возраст позволяет расслабиться, расслабляйтесь. Мы уже с вами дали, мы уже с вами побегали, по автобусам поныкались, я на велосипеде на этом ездила с этими детьми под дождем, как сейчас помню, в студии там маленькая узкая улица идти до школы, и я им правой, правой, раз, два, три, чтобы ритм не сбивался, чтобы шла одна за другим, и я сзади с рюкзаками, с зонтом, у этой Саши этот звон болтается, у Софии эта шапка болтается, это все мы прошли. Так это ладно, когда школа здесь уже, садик был, садик был, садик здесь. А когда я жила здесь, а садик у меня еще был в зоне аэропорта, это я пешком, фиг знает куда, на Ламроса, и потом оттуда еще ехала с коляской, блять, когда трафик, не влезешь с этой коляской в автобус. Я свое отдала, набегалась, напрягалась. Сейчас прыгайте и бегайте, как хотите вы. Все, вы комета, вы ракета, проживайте свою жизнь. Все, понятное дело, что в жизни детей надо участвовать, если им нужно на этот момент. Все, ты чекал. Турция тебя убивала, Турция, это не твое. Не было приливов? Нет. У меня их не было. Потом вот я вернулась, когда я приехала делать документы, я вернулась, они у меня начались, и я уехала в Турцию, они у меня там уже, ну, продолжались. И вот сейчас я приехала, они у меня есть. Да, вот они уже прям несколько, сколько это получается, полтора месяца. У меня нету больше цикла. Я не знаю, может быть, это как вот у девочки там писали, что типа один раз пойдет, потом там один раз три месяца он будет. А может вообще его больше не будет. Не знаю. Это гормональный сбой от барона. У вас же не зря эйфория гормона. Марина супер, делай то, что хочешь. Я тоже считаю, пускай все, что советует и критикует, занимайся своей жизнью. Я тоже так думаю. Живите для себя как хотите. Главное, чтобы у детей было все нормально. Я остановилась, когда были проблемы с машинкой, потом моя память оборвалась на твоем канале. А я остановилась, когда были проблемы с машинкой, а потом моя память о батареях. Не нужно было ехать в Турцию в третий раз происшествия в турецкой ванной. Это намек вселенной. Что, серьезно, наоборот, женился? Мне так интересно, знаете, вот мне так интересно, когда по ту сторону экрана вот бляхом уходят. Я вам серьезно говорю, знает больше, чем я. Да, женился. Понимаете? На свадьбу не позвал, гордоныш. Вот. Мне так интересно, знаете, вот я вот честно говорю, я вот утром встала, там у меня есть какие-то дела, там, я не знаю, там, куда-то там залезть, что-то там где-то почистить, что-то там, блядь, а у людей, знаете, есть занятия, они живут жизнью других, вот живут там, моей там, допустим, жизнью. Это точно так же, как вот, ладно, не буду говорить. Ну, нельзя так, надо все равно как-то себе посвящать больше времени, чем вот это вот, а то, а то, а то, а то. Девочки, зато это сейчас, я вам честно говорю, я вот сейчас смотрю на это совершенно с другой стороны, боже, какой ты пиздец, как я выглядела, наверное, со стороны, ну, я представляю, я видосы даже пересматривать свои не хочу, потому что там, наверное, полные, вообще, наверное, раздвоение личности, ну, а что, все, оно было у тебя, этого никогда не повторится, эта эмоция больше не повторится в твоей жизни, ну, ты ее прожил, бляха-муха, ты способен любить, это не важно, как ты выглядел, не важно, как закончилась твоя история, ты человек, который способен любить, есть люди, которые там, молодежь, там, я не знаю, даже в 20 лет, возьмем там, 24 года, и мы думаем, там, мой, это любовь, у нас рождается от этого, от этого мужчины первые дети, мы прям все это, а это не любовь, это влюбленность, она проходит, но у тебя есть это чувство, которое ты в себе, у тебя оно есть, тебе хочется о человеке заботиться, я как раз смотрела, мне попалось интервью в ТикТоке, вот уже несколько раз, попадается Пугачевой, и она говорит там, любовь, это глупость, то есть тот, кто любит, он не хочет взять, он не ждет, что тебе что-то дадут, он хочет отдать, даже самый нищий человек, там, я не знаю, барбон, которого вообще там ничего нет, он захочет тебе отдать последнее, потому что он тебя любит, он хочет тебя насытить чем-то, ну, это же прекрасно, что ты можешь любить, я не говорю за собачек, за детей, потому что надо любить детей, блять, к детям у вас одна любовь, к родителям у вас другая любовь, к природе у вас третья любовь, вы же не любите, или природу как мужчину, что вы пошли к дереву и начали сношаться с деревом, потому что вы любите природу, или легли на песок и начались вот так вот струщары по песку, потому что вы любите песок и море, и красивый пляж, вы же это не делаете, у вас же другая любовь, к мужчине другая любовь, к интерьеру, к шторкам, это все совершенно разные вообще понятия, там, это же не любовь, допустим, я люблю тряпочки, да, ну, это мне не нравится, я реально люблю тряпочки и полотенчики, то есть я их люблю, потому что мне нравится их покупать, собирать, вытирать, рассматривать, складывать, то есть это, оно мне, я это, я люблю этим заниматься, а нравится, это что-то другое, что вам нравится, вот, допустим, мне нравится делать стразики, но мне, я не люблю их делать, мне просто, они расслабляют, и мне их нравится делать. Но я их не люблю делать. То есть это не то, что там, ой, я сегодня так люблю, я сейчас утром встану и пойду клеить стразики. Нет, просто тебе это не напрягает, и тебе это нравится. Но любовь, она разная. И к мужчинам, и к родителям, и к детям. Поэтому не надо это, надо любить детей, не надо любить. Любите. Если у вас есть это чувство, любите. Не стесняйтесь быть глупой. Я не знаю, там, какой там, что там разбит ваше... Не бойтесь. Это все равно прекрасно. Вы пропускаете эту эмоцию через себя. Каждая ваша клеточка, каждая ваша веночка, она же все это пропускает. Вы же пылаете, вы же горите, у вас глаз горит, вы же живете. Это так прекрасно, девочки. Купи витамины. Мне тоже сегодня все рассказала. Так честненько, нарядненько, уютненько. Марина, скажи, почему не вместе? Ну, потому что... Потому что... Потому что я не хочу сегодня портить настроение себе. Давайте я потом... Почему? Потому что... Ну, потому что человек тебя не выбрал. То есть это безотказное... Ой, безответное... Безответные отношения. И все. То есть, ну, человек, когда пришлось делать выбор, человек тебя не выбрал. Я вот, когда с Карлом разговариваю, я говорю, ну, представь, там вот так вот, вот так вот получилось, вот так вот, вот так вот. Он мне говорит, Марина, это все такое. Я говорю, мужик, говорит, если... Он говорит, ему нужна баба. Он говорит, никакие препятствий в этом мире не существуют. Он говорит, я думаю, что у женщин точно так же. Я говорю, ну, я не знаю. Потому что у женщин все-таки там у некоторых дети и там еще что-то. И это мужикам, им как-то, знаете, попроще насчет этого. Наверное, я могу ошибаться. Вот. Но Карл говорит, я бы к тебе и показывает. Вот так бы, говорит. По морю бы ехал бы на надувной лодке. Я бы к тебе вот так бы ехал на надувной лодке. А говорит, не надо, говорит, тут это там первая, десятая. Это, знаете, какой-то психолог. Не помню, как его называют. Тоже какой-то там барон. И Бертман, или как его Бертман, как-то, Марк, Марк какой-то. И он тоже, он же там хорошо приводит. Он говорит, что кто-то говорит, я хочу срать, но срать не буду. Хочу есть, но есть не буду. Хочу дышать, но дышать не буду. Да, потому что, потому что я не могу, не могу сейчас себе позволить посрать. Или подышать. Господи, да куда ж вы денетесь? Так и здесь, понимаете. Это просто безответная любовь. И все. Корида, целая корида. Сегодня на ужин. Бештек там есть. Дуль какая-то в башке женщины 50 лет. Ну и что? Я не сижу у вас на кухне. Не заложу ваш холодильник. Не прихожу к вам со своими счетами за свет, за газ. У меня развлекательный канал. У меня не канал культура или просвещение. Чего вы на этом канале забыли? Тут все такое. Или вы за счет меня самоутверждаетесь, потому что вы считаете, что вы лучше меня. Типа, какая дура, у этой бабы в 50 лет в башке. То есть вы за меня, за счет меня самоутверждаетесь, как женщина. Но вы же теряете баллы. Потому что если бы вы были взрослая, как одна из моего возраста, женщина, вы бы другой женщине этого бы не написали. Потому что вы же воспитаны, наверное. Если вы оппозиционируете меня, что я какой-то тупой человек вообще с дурью в голове. Значит, вы, соответственно, не такой человек. Так а где же вы тогда воспитывали, что вы приходите и человеку такое пишете? Возможно, человеку нужна поддержка, а вы, знаете, кот на сало, вы туда еще его головой, знаете, чтобы побольнее было. Научить его, где лоток. Вы теряете баллы, не я. Я являюсь частью Вселенной. Ты тоже являешься частью Вселенной. Мы все являемся частью Вселенной. Давайте поддерживать друг друга, а не ругаться. Давайте друг другу просто будем прощать. Какое-то безумство, я не знаю, какой-то негатив или там еще что-то. Но вы просто, когда мне такое пишете, вы себя унижаете. И вы принижаете себя. Потому что это пишете вы мне. Я вас не оскорбляю по этой стороне экрана. Я наоборот вам говорю, вы классная, вы комета, вы ракета, вы петарда. И есть периоды в жизни, в которые мы, блядь, думаем, Господи, да уже никуда я не влезу. Это периоды. Я вас стараюсь поддерживать под эту сторону экрана, а вы под ту сторону экрана, вязая носочки вашему любимому внуку или мужу, вы себе такое позволяете. Кто из нас тупее? Я наполнена миром и добротой. Где классная тёлка? Да, я гоню там иногда бывает. Ну, что делать? Ну, вот жизнь такая. От нерва упадают волосы, при гормальном расстроенстве упадают волосы. Вы знаете, я думаю, что они же у меня не то, что выпали, они мне поломались. Ура, мы дома, привет, привет, видела тебя, ты очень похорошела. Спасибо. Марина, мне тоже ты очень нравишься. О, Леночка, спасибо. Презал тебя и женился, ты расстроилась и уехала. Карл мне сказал, что ни один мужик, если он не отпустит, говорит, свою бабу, он будет её любить и возьмёт он её со всеми потрохами и со всеми косяками. И всё это переживётся, простится. Мужик, который любит женщину, он её не отпустит никогда. И не променяет ни на кого. Потому что я с Карлом разговариваю на эту тему. Я же разговариваю, поплакала. Он такой ещё перезвонил вчера, он такой, вот, Мариночка, как ты там? Я говорю, нормально, думаю, что он меня спрашивает. Он, как ты там, где же там одна осталась? Господи, прости, сохранила душу обрешенную. Царица Мат Небесная Святая Благодица. Да тихо, вы меня пугаете, говорит, вами заикой стану. Господи, Боже мой. Царица Мат Небесная Святая Благодица. Я же вздромнула, что это такое? Конечно, тут, блядь, климакс будет. Ну, то, что климакс, тут вообще будет. Да, коллаген так не расстасывается. Если правильно сделан, уже когда-то писала, что нельзя было делать Я пила, я пила, пила. Много сейчас таблеток на травах, что-то помогает. Успокойся, можно магнилить шею с витамином. Спасибо. Конечно, женился, люди живут сегодня в прорыве. Клени, что-то лидер. Лицо изменилось, что ты сделала? Расслабилась. Не поверьте, дай я нацелу, нацелу. Поехали, расслабь, я говорю. Спасибо. Если я не знал, то, что у Лидера осталось, что у Лидера, потому что я не могла купить эту ростичку, чтобы выслать, чтобы выслать, и закончили. Сморки, сарки, 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 сарки. Карл! О, капит, у вас есть сарки. Родители, так что, там стоит этот, положила ковер, он сейчас в грязных сапогах, после дождя. За что? Смотри, все, смотри. Смотри, смотри, сарки, 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 сарки. И все, смотри, все, смотри, все, смотри, сарки. Марина, домашний сарки, сарки, сарки. Ты, блядь, знаешь, здесь у нас, у нас здесь в семье, в моей семье, у меня свои регули. Пришел, первым делом снял этот... Ничего не знаю. Пришел, разденься, отойди отсюда, левец, если веститель. Покажи свои маны. Поведери, маме. Поведери, маме. Смотрите, я могу видеть это, смотри. Дай маме. Дай маме. Вот эту дать? Нет, маме. Какая? Твоего размера у нас нет. Твоего размера. Мы все худенькие. Давай, куда ты ламанта? Любовник моего? Так мой любовник уже в Турции. Слушай, allora... Позвоним ему, да, король? Разблокируем его? Сэн, ты то сконтрируешь, он за мной ест. Ага, пришел, да? Все, сдача есть? Он сюда надо. Я тебе дала тренда, чин фэйвэру. Почему? Потому что думала, что тебе не хватит. Видите, собрался на мне жениться, блядь, за мои бабки уходит, мне покупает все. А ты когда вернешься? А ты мне надо тренда, чин? Ну потому что, блядь, я в дуб пинцавоке, но тебе basta перлосадья. А я открою, сэн, а компринни джерном, сэн. Сейчас открою. Я просто заказывала себе ребрышки с ресторана эти дни, жирные. И Карла такой говорит, боже, как тебя так не кормили в Турции? Вот ты сейчас дома и вот ты прямо разъелась, прям лицо поменялось. У меня лицо поменялось, потому что я отпустила. все я отпустил нет мне я не вышел меня прошло мне ничего не прошло это он так думает у меня нифига не прошло я не знаю мне меня просто не колбасит от этих от этой карат этой карасели просто перестал перестала колбасит как колбасило до меня колбарну подколбашивать так люденько немножко эротичных экзотична меня это не это невозможно за один день людей не убираем как-то в песне было с любимыми не расставайтесь короче девочки новый год новый год все для вас что ты тут делаешь голый король голый собрался меня собрался меня брать замуж рассказал что мне отдаст свою зарплату чтобы поедем жить с ним в дом что он не купит айфон на новый год да да на новый год айфон как у диана iphone но брону дуквана ну шире а при нормальной дали странно шипец у вас не надо она на фиге бумагу ассирием первого девочки все я не знаю все давайте выпьем за любовь и на мои деньги ходит еще там что-то покупает вот вам пожалуйста вот вам вот это вот что я тебя жду я тебя нет я тебя ждут марина я тебя жду вот это вот все и насколько вот это все такое хватает и насколько марина у меня ссылка на пусть зашла через google нашла старый донат какой мужчина в этом доме ходит в таких больших кофтах что они на меня как раз покажись не на банча немножко ушла тиро тиро о козди девесари козди козди полистрал брать сделай мои руки по по сделать сюда до получилась к вам о чем говорили халита такой момент на веке я начинаю может быть потому что там вот это вот так а вот здесь вот так а там мусульман это когда это слушая я к тебе поехал на лодке вот так не она ты вот так будет и не вот так показать и вот так вот иди сюда но покажи там там вот там стой и показывал так давать 1 2 2 язву энтузиазму Ты же к Марине едешь. Это все... Это все... Скуза, это все... Нет, нет, здесь нет. Скуза, он говорит, это все... Скажите мне слово, подберите. Это все... Девочки, оправдание. Мужик, когда любит, никогда не обстоит своей женщине. Это замечательный был. Аттракцион. Как хорошо было нам с тобой вдвоем. Ну а что делать? Такая жизнь, такая жизнь. Я, знаете, из тех женщин, которые, если любят, отпускают. Девки, ну шо вы, как это самое? Шо вы? Поработали, будете пробовать? Убежала вверх. Больше близко сердцу не подпускать. Выглядит очень даже хорошо. Волосы... Я купила масочки, покажу вам зато. Увлажняйте масками, по этому часу держите и не оставляйте. Хорошо. А ты прекрасно, спасибо. А наколка мужчин, отсидевшего в тюрьме. Ну и что? Отправили Марину уже в Штаты, хотя бы спросили, хочет она туда. Марина, другие... А другие турки не предлагали по серьезному встречаться? Девочки, ну я не знаю... Я однолюб. Я однолюб. Ну, если у меня есть отношения... Ну, я думаю, что отношения... Ну, то есть я живу этим... Ну, я начинаю... Это ошибка, не надо жить ни кем, надо жить, проживать все равно свою жизнь. Но, как я не про это, я скажу, это делаем гоммон, я не говорю в этом смысле. Эта гоммон я... это делаем, мы разговаривали, мы разговаривали, мы разговариваем. Но, если я знаю, что она и в опасности, я ухожу с гоммон, не потому... если она не родилась, она не родилась. Но ты не родилась? Как я? Майя! Тебе не жалко? Ты не не беспочек, и я, может, и укреплю. А, я не могу беспочек, а ты не укрепляешь? Как не стало, баронесса, видно не судьба. Бе... Что ты хочешь от жизни? Смотрите, если мы... У меня есть парень, который делает банки, и я его присущу. Ура, не слушайте эти вещи, и укрепляли люди. Да, это не хорошо. 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 Женщина, которая любит рабыню. Попрасьте, девочки, попрасьте, я такая, утром так смотрю, и сегодня я поправляюсь. Какие планы рождества? У меня рожает собака, там написала, эта девочка скрыта, что до 58, а с санта джорни портана. Но, а с танта, да? Сколько? 70 дней беременной собак? Эээ... Я думаю... Ну, у нее такая уже пиздюришка. 58 за 2 месяца. Эээ... 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 Марина, почему спросила про приливы? Были ли они в Турции? Потому что у меня, когда я приезжаю в Турцию, меня они практически пропадают. А дома опять, видимо, дело в климате. Я вам еще раз говорю, я когда вот улетала, у меня их не было. То есть у меня там вообще никакие... Какие приливы? У меня там свои приливы были. Понимаете? Потом я вот когда вернулась, и я вот у меня не начались, я уехала с ними, они у меня там продолжались. Прямо реально, хорошо так продолжались. Я прям вот мокрая, спина мокрая. И я сейчас приехала, то же самое. Я сегодня еще поменяла, я постирала... Который этот... Куприматрас... Куприматрас, как он называется. Который застеливает на матрасник. Он у меня резиновый. Ну, видели, да? С прошивкой. Положила тонкую просто. Не подумала, нет, ты сегодня, когда будешь спать ложиться, надо еще что-то постелить более плотное. Потому что если пройдет на... На матрасник... Что этот матрасник? Его стирать... Потому что он прорезиневый. Не надо плакать. Прекрасная, красивая женщина, прекрасная мать. У вас будет все прекрасно. Спасибо большое. А зачем вы, Марина, делаете эфирис? Наталья... Я не... Не хамлю. Я никогда, кстати, не хамлю. И не нервничаю. Вы уже начально... Принимали, что отношения с бароном ни к чему не приведут. Итог расставания. У нас кто? Ну, я вам не скажу, что я не принимала. Я... Ну, я верю людям. Я не знаю. Ну, бля... Может, я... Не знаю. Я верю. Ну, не знаю. Ну, не то, что... Я не знаю человека, поэтому, так как я не вру, я не думала, что... Не знаю. Самct, я не вру, же это не изучение. Перед 개인... 号 ship... вот здесь... Я не пойду, так... 您 speakers communications! Я чувствую себя. Я не Geef Crypt.. Како я говорила? Нет. Я говорю... 万 чем architects... Jayла... Ici месте.... Но здесьichi... Jay, появления... Я заплываю мир... Я заплываю свое сердце. Или здесь... Я не могу реализовать их... заставание наvasive, yeux... Брэкин, Брэкин. Брэкин, Майхак, он не понимает. Но какая эта песня, я не понимаю. Эта песня, моя. Ага. Эта песня. Эта песня. Нет, они хоть слова понимают, кто эта песня, я только песню не знаю. Моя. Они её знают. Мне, кстати, девочка говорила, что он даже стоит на заставке телефонов. Я, Марина, поддерживаю в теме о детях. У меня сейчас три мальчика. Один первый класс, двое садичные. Ээээ... Сутки... Телефон полома, но Карл сказал, что мы это отнесем. Двое садичные. Двое садичные. Какая любовь, приехала... Приехала, знала, и его не знаешь, уже любовь, Карла, вот эта любовь. Какая любовь садичная 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 садичная. Один первый класс, двое сидячие. Это товарим сутки напролёт. Когда все вырастут, буду путешествовать. Все будет хорошо. Распитывайте пока деток, у них растворяйтесь. Это так быстро бежит время. Кому сейчас 25, вам скоро будет 50. Вы даже не успеете отбернуться. Дурачитесь, оставайтесь самими. Никому, блядь, не измените. Вот не делайте моих ошибок. Хотя все равно... Надо оставаться самим собой. Вот какая вы есть. Не надо под кого подстраиваться. Не надо вот этих вот токсичных людей около себя, которые вас стараются... Не меняйтесь. Вас так создана вселенная, вы посланы на эту землю для чего-то именно такой, в этой комплекции, с этими губами, ногами, грудями, со своим характером, со своей манерой. Все, вы уже укомплектованы. Зачем себе изменять? Вот я себе изменяла. К чему это привело? Не изменяйте в себе. Будьте такой, какая вы есть. Не зря вас такой создали, понимаете? Ну какая любовь? Ну что у тебя от этой любви одна полка, да и все. И на этой хорошей ноте мы с вами попрощаемся. У вас в мужчине любовь бывает разрывачиваем любовь. Если знала, тогда глупо было возвращаться. Он турок, он изначально только развлекается. Марина, зачем тебе зацепил барон? Что мне такого загадка? А это никто не зацепил никого. Это вам дал человек или для того, чтобы вы что-то поняли, для себя сделали выводы. Или же для кого-то другого, чтобы кого-то другого научить. Он пришел в эту жизнь мою или как учитель, или как ученик. Или я ему что-то дала, и он научился чему-то. Или же он меня чему-то вот научил, там, спустил там с небес на землю. Просто так люди не встречаются вообще. Даже в один самолет просто так все люди одновременно не садятся. И в один трамвай тоже. Ничего не бывает случайностей, в жизни не бывает. Поэтому вы вот, кто там пишет по эту сторону экрана, воспринимаете это все. Вот боженькая любовь. Я это воспринимаю вот так. Это было круто. Это было фиаско с вишенками на тортике. Боже мой, бляха муха. Да расслабьтесь просто. С рукой, но я же там в инстаграме, что не виделись, швы сняли. Она заживает как-то бугорком. Она, видите, не длинная, она глубокая была. Нет препятствий, есть обговорки. Ничего себе, наш барон, обманщик. У уши красиво заливался, я бы себе другую женушку нашел. Где это все взяли? Марина Дубовича, какие планы на новогодний праздник? Ну, дома. Не расплывайся на хейтеры Бригесилы. Девочки, я не... Может, поставила свой род, чтобы Карл оценил? Да, возможно. Карл понимал, все понимал. Он турок, мусульман, молодой. Чтобы никто не позволил выбрать Марину. Еще куча причин вполне понятна. Очень люблю тебя слушать, дорогая скорость. Понимаю, что ты была здорова, красива, пока. Да, спасибо. Не обращай внимание, что было. А то была жизнь прекрасно, удивительная. Она продолжается. Вы традиции турков не знаете. Родитель находит пару, считает детей, думает... Мамед Сталик сейчас со дворуном. У него невеста уже была. Где вы эту информацию берете? И Юля... И Юля этого не... И Юля не могла этого не знать. Господи. Где вы, девочки? Где вы берете эту информацию? Я не могу понять вообще. Всегда откористизовала. Только глупая женщина могла рассчитывать на взаимность мужчины в два раза моложе, тем более турка. Танечка. И вам быть счастливой. Скоро Новый год. Просто была неопытна в турецком вопросе. Карла Прав. В Европе неприятно отдавать зарплату женам. В лучшем случае заказать вторую банковскую карту для жены. Для мужчины говорят, что когда любят, никто не отпустит женщину, если любит. Просто где найти таких мужчин? Сами так говорят, а сами так делают. Вот Карла говорит, кто любит, тот, кто все делает, а сам. Смотрю с удовольствием. Марина, вы умничка. Спасибо большое. Вечер будет интересным. Я уже заканчиваю. Финальменты. Ильвино Бьянко. Ильмия Вино Префериту. Олесечка. И за вас. Я поднимаю. Ты будешь? Поднимаю свой бокал за вас, девочки. Оставайтесь легкими. Принимайте свои ошибки. Вот так вот. Щелчку в 3.15. Перебывайтесь в воздухе. Сегодня мы плачем. Завтра мы страдаем. Кто? Кто-то расстраивается. У кого-то, кто-то теряет работу. Кто-то там еще. Боже мой. Какие-то все мелочи. Главное, что мы, блин, с вами живем на этой земле. Вообще на этой планете. Сколько той жизни. Ковыряться в голове по неопытности своей. Сейчас давайте в этот опыт залазить. Боже мой. Мне же ничего не научить. Я все равно буду проживать так, как я проживаю. Это же я. Это же я. Я все равно сделаю так, как хочу я. Только потому что мне сейчас позволяет мой возраст. Мне позволяет сейчас сделать то, что я хочу. Потому что у меня взрослые девочки. Все. Если бы у меня были маленькие девочки, я бы себе много о чем не позволила. Соргите все больные волосы. Постарайтесь красить их светло-русой и не пережигать. Ну, я может... Карл, с кривонок и металли, у капелли и напла? Да. 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 Белый, если бы на меня спроси, да. Карла, бон рогацу Пермарина. Олеся, спасибо. Твой лосяный цвет виола, а... 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 во мной самой родят лося. Помоги Карла развивать. Не гаси его. Все будет хорошо. Вы заводны. Наслаждайтесь жизнью. не связывать как маск который любит только себя все я поняла все случается к лучшему если вы не турция канат красавой с другой стороны на сколько ухватит посмотрим у нас его красиво марина карлос она может у контента 9 10 7 спасибо большое карла трое в лодке не читай собака ниже там беременность твоей собаки что-то 165 дней еще неделя на что нужно да я не пойму марина читает но у меня живот еще стрелка стоит и вот минута чтобы уйти вниз вот самый сейчас я пролистну половину не прочитаю я спущусь в последнем что вы тимка на пристали она его знает как облуплено не больше на больше он не способен за столько лет ничего не изменилось ним тоже не изменится не любовь это страсть марина или если это не прилив а беременность тетя с украины не позорь ивановой бухарчики русской нашу страну тетя с украины не позорь ивановой давать идите со своей страной куда хотите мне вообще как по насрать я живу у меня у меня вот тут вот свой домик свой теремок я уже давным давно не живу чьими-то иллюзиями я живу тем что у меня внутри есть ну реально но если началось то тогда до 2 будете петь по ночам мы счастлива спасибо ждем видео если говорилось это не беременность если это не прилива беременность будем рожать чего а чё а вы что делаем анализы если анализы хорошие будем с вами рожать и что делать обор делать убивать нельзя чё это замечательный был аттракцион все девочки мальчики очень до завтра завтра уже елку сейчас я ее надо как-то ее счастлив его попросить чтоб он ее поставил кашек из наверно как туда прыгнуто конечно верно его и ее завалят вот они красиво они уже лазают вот еще что-то ревнилается все девочки мальчики мужчины до завтра жизнь прекрасная замечательно не теряйте себя в этой жизни оставайтесь самим собой потому что так какой вас создала эта вселенная вот это ваша в этой гармонии вы и находитесь не надо строить из себя того чего не надо человек который не умеет носить если вот я не умею не умею носить но и получу вот наденьте на меньше снарковую шубу вы ее не купите если я буду ее рекламировать не или не префолмирую так дорого я не не та женщина которая может манерно одеть эту вот шубу и применей пройтись а вот попросите меня одеть обувь на платформе вы ее все купите от кого то я не пройдусь потому что я в ней гармонично и мы должны бы с вами тоже в гармонии самим собой это очень важно поэтому не изменяйте себе делать это что вы хотите просто делайте что вы хотите не измели не слушайте никого не думаете что кто-то столкнут и кто-то сказывает неплохо реально нормальная никогда не полезет ваши трус и он никогда не будет говорить насколько вы глупой и ты пальцами, насколько вы там нехороший. Он будет собой, ему некогда. Счастливым, успешным людям им некогда. О, как хорошо. Им некогда в дерьме купаться, понимаете, трусы наизнанку выворачивать. Они настолько счастливы, они настолько заняты своим счастьем, что им некогда смотреть на то, что там где-то ты карабкаешься. Те, кто счастлив, счастливее нас, они смотрят на тех, кто счастливее их, они тянутся за кем-то. Тот, кто не успевает за тобой, вот он там в твоих трусах, вот пока ты там идешь, вот он туда вот там и собирает вот эту вот всю грязь после тебя. А если ты на данный момент счастлив, ты тянешься к тем, кто счастливее тебя, ты хочешь точно так же быть счастливым, как другой человек. Тебя есть, зачем, а там, ну что, куда там тянуться, там уже тянуться, не тянуться, уже не растянуться, там уже все, там никакой растяжки. Все, девочки, мальчики, мужчины.